— Михаил Юрьевич Зурабов здесь сказал, что рациональные аргументы не работают, я абсолютно согласен. И тем самым как бы обесценил выступление каждого последующего, поскольку мы все на этом рациональном поле. Мне кажется, всё же в каждом выступлении было очень много полезного, и это даёт основу для формулирования каких-то более общих эмоциональных заключений, если угодно, лозунгов, девизов и образов. Но как до сих пор, а именно на этом поле, собственно, и идёт агитация за Европейский Союз, за подготовку этой ассоциации. Ещё несколько лет назад, когда я работал здесь, в Украине, в Киеве, главным редактором информационной службы АСИ-ТВ и авторами ведущей своей программы, получил территорию, кстати, высшую журналистскую премию, телевизионную премию Украины, а потом «Золотое перо» журналистскую премию, то был глубоко погружён в украинскую жизнь. И тогда слышал выступление человека, который потом стал замминистром иностранных дел Украины. И он сказал, что Украина должна идти как лосось на нерест в сторону Европы. Вот такой образ. Я просто сказал, что у этой рыбы практически нет мозга. Вот, это первое. И второе, уж если идти как на нерест, то есть цивилизационным путём, то нужно продолжать путь, а не сбиваться с него как, ну, по причине некой мутации внутри. То есть всё равно нужно искать эти образы. Опять же, говорится, что Валера Хорошковский, вот до недавнего времени бывший первым вице-премьером правительства Украины в программе «Собода слова» ещё осенью прошлого года, у него спросили, тоже на канале АСТ, я, кстати, придумал это название для телевизионной программы, и вёл эту программу, он здесь, в Украине. Спросили, а как бы вы оценили преимущество выбора Украины таможенный союз или ассоциации о свободной торговле? Он сказал, ну, где вы хотите жить, в Италии или в Курской области? Вот такие, собственно, аргументы. А как-то это оценивалось? Он говорит, ну, преимущества таможенного союза вообще никак не оценивались, а Италия, вы понимаете, там чистые туалеты, Европа чистые туалеты, правовые и так далее. То есть это была прямая ложь, что это никак не оценивалось. Сто процентов. И меня удивляет, как был представитель правительства, первый вице-премьер, просто прямо лжёт в телевидении, то есть вот на этом уровне. Вот мы будем все жить в Италии. Ну, не об Италии вообще-то идёт речь. А речь идёт о совершенно другом поясе Евросоюза, о котором и Евросоюз, и сторонники ассоциации с Евросоюзом стыдливо умалчивают. Это пояс Румыния, Болгария, это вот этот пояс, да, Латвия, Венгрия, это опустошённые земли фактически Евросоюза. Вот я был на, у меня первый язык норвежский, был на майские праздники в Норвегии и увидел беззубых болгар, которые осаждают, там спят на лавках у стортинга у норвежского парламента и пьют это пиво, которое им кто-то там подаёт на пиво. Я говорю, а что делают эти люди, болгары здесь? Говорят, ну, у нас же Шенген, так сказать, вот они здесь. Мне не хотелось бы увидеть украинцев. Нам говорят, что Пётр Порошенко говорит, да что вы, это же, я специально называю имена, это же у нас же будет безвизовый въезд, ну подождите, ну безвизовый въезд западных людей, то есть европейцев, американцев, японцев уже есть. С пятого года. Да, с пятого года. Он привёл лишь к росту рынка сексуальных услуг, так сказать, секс-туризма в Украину, да? А из Украины, если будет безвизовый, ну это облегчит просто отъезд мужчин и женщин, да? Женщин, понятно, по каким-то, так сказать, делам и мужчин тоже, то есть это просто не говорится, очень много утаивается, и вот сам факт того, что текст утаивался почти год и до сих пор опубликован не полностью, а те сотни страниц, которые мы видим, это сплошные обязательства Украины и ни одного обязательства Евросоюза, мы понимаем, что это совершенно какая-то нечестная история, это какое-то вот монога, это какая-то ловушка для Украины, это некое предательство. И вот эти вот сегодняшние доклады, очень много полезного я для себя почерпнул, конкретных вещей, они, конечно, рождают простые образы, что нужно честно говорить, что если сегодня Украина, вот я вчера прочитал, занимает более от 8%, берет займы от 8% годовых, государство занимает и лишь миллиарды долларов для того, чтобы покрыть и обслужить уже имеющийся долг, то это цифроопасно, и мы понимаем, что страна разорится, мы понимаем, что валютных резервов хватит на несколько месяцев сейчас, то есть никто же этого не говорит, да, это такая, нужно говорить простые вещи, да, что если экономике Украины будет нанесен удар в виде подписания ассоциации, а этот удар очевиден, да, то тогда дороги будут хуже, медицина будет хуже, нужно прямо говорить, это образы, школы будут хуже, да, армия будет еще хуже, самолеты, государственный, недавно летал, мне не повезло, авиакомпания государственной Украины будут падать, да, то есть зарплата будет ниже, нужно честно говорить, к сожалению, этого не произносится, и когда я смотрю аналитические программы своих коллег на телевидении, один из них, мой однофамилиец Евгений Киселев, я смотрю премьеру его воскресной аналитической программы, ну, она сегодня даже интересно, как так вот, да, что же анализируется, да, в воскресенье на канале Интер, то как раз его премьера была на неделе, когда президент Янукович, да, все относятся к нему по-разному, одни любят, другие не любят, но он президент страны, избранный народом, и этого мы не можем никак отрицать, отправил в Верховную Раду свое послание, да, он сам не пришел, но тем не менее книга вот такой толщины синей, она была положена и раздана, и мне интересно было, как же это будет проанализировано в аналитической программе, ну, одного из главных каналов страны, ну, я сам веду аналитическую программу, все-таки президентское послание ежегодное, ну, наверное, там есть какой-то содержательный характер, там не было ни одно, в репортаже не было ни одного, ни одной цитаты из этого послания, не было никакого обобщения, репортаж был, и тема репортажа, и он так и анонсировался, об измерении уровня шума Верховной Рады в разных точках зала заседания, сколько децибелов, значит, звучит там, и это как бы прикольно, но, к сожалению, содержательный чай, это типичный, это типичный репортаж для, ну, политической журналистики Украины, к сожалению, да, к сожалению, как-то желтовато, потому что хотелось бы получить все-таки содержание, а что же происходит с Украиной, какой же поворот совершает власть, да, ну, а в чем же все-таки суть тех процессов, и как это отразится на жизни народа, хочется это понять, что даже в этих условиях 40% за таможенный союз, который как только не обзывают, таежный там, какой угодно, да, подождите, даже в этих условиях, но что же было бы, если бы прозвучала действительно правда, и вот в оценок, и, так сказать, точный текст как бы был донесен, мне кажется, что есть время для того, чтобы как-то изменить этот, я даже не знаю, как назвать этот олигархический, либо какой-то кооперативный, корпоративный проект якобы в Европу, потому что на самом деле это большой обман, это большое предательство на самом деле, да, всего украинского народа, то есть я даже не знаю, на что рассчитывают политики, которые заведут, ну, все это, если это не шутка, если это не гротеск, если это не какой-то там приемчик, да, но так можно и затанцеваться, честно говоря, да, так можно там и оказаться, да, вы туда хотели, получите, раз, и все, и съели, вот, так что на что рассчитывают, на какую победу, на какие голоса, какой части, собственно, страны, когда безработица увеличится, когда поступление в бюджет уменьшится, когда государство не сможет выполнять своих обязательств, когда неминуемо возникнет внутренняя напряженность. внутренняя напряженность всегда ведет в том числе и к межнациональной, и к межрегиональной розни, то есть страна будет и испытает новое напряжение на разрыв. Трудно предвидеть все последствия того, что может здесь производить, я бы сказал, что мы даже в чрезмерно мягких и деликатных тонах обсуждаем вот эту, так сказать, перспективу, которая ждет страну. И я, честно говоря, мой дед был украинц, девичья фамилия, моя матери несмачная, и мне, например, невыносимо думать об этой перспективе. Я бы призвал всех участников конференции, конечно, использовать все свое влияние для того, чтобы донести полученную здесь информацию до средств массовой информации в Украине, если они будут готовы это, конечно, воспринимать, потому что они тоже поделены между, так сказать, олигархами, но так или иначе, все равно нужно попытаться это сделать и превратить дискуссию о Европейской Ассоциации Украины и Либо Таможенном Союзе об этой альтернативе в содержательную. Спасибо.